Уже с самого начала торгов евро и фунт активно теряют свои позиции, что связано не только с ожиданиями итогов предстоящего заседания правления Европейского Центрального банка. У обеих основных европейских валют и без этого хватает причин для ослабления. Фунт слабеет на фоне слабых статистических данных, оказавшихся заметно хуже прогнозов. В частности, индекс деловой активности в строительном секторе вырос с 8,2 пунктов до 28,9 пунктов, тогда как ожидался его рост до 32 пунктов. А единая европейская валюта снижается на фоне рекордного спада розничных продаж. Темпы их спада, которые и так были рекордными, ускорились с минус 8,8 до минус 19,6%. И хотя данные по розничным продажам оказались немного лучше прогнозов, они никак не отменяют факта катастрофического снижения потребительского спроса. И все это происходит на фоне уверенного скатывания Европы в дефляцию. А одновременное снижение цены продажи практически не оставляет ЕЦБ иного выбора, кроме как заливать экономику деньгами. Так что мало кто сомневается в том, что Кристин Лагард сегодня объявит о расширении программы количественного смягчения. Вопрос лишь в объемах, а любое количество смягчения оказывает лишь негативное влияние на ту или иную валюту. Таким образом, стоит ожидать дальнейшего ослабления единой европейской валюты, которая подтянет за собой и фунт стерлингов. Но у доллара могут оказаться и другие факторы роста. Этим фактором станут заявки на пособия по безработице, число которых может продолжить постепенно сокращаться. Также число повторных заявок может сократиться уже вторую неделю подряд. И на фоне беспрецедентного роста безработицы подобное развитие событий является исключительно позитивным фактором. Ведь это говорит о том, что есть надежда на постепенное восстановление рынка труда, а вместе с ним и всей экономики в целом. Минувший торговый день в очередную раз имел восходящий настрой, где котировка евро-доллар направилась в сторону переменного координата на 1,1240, где тенями свечей локально удалось пробить ценовое значение, но фиксации цены относительно четырехчасового периода зафиксировано так и не было. Анализируя текущий торговый график, можно увидеть процесс отката, где котировка уже отыграла большую часть вчерашнего хода. Перегрев длинных позиций по-прежнему ощущается на рынке, где для нормализации процессов котировки следует спуститься в район 1,1150. Относительно текущего инерционного хода есть предположение, что мы имеем завершение модели, и это приведет к значительной коррекции на рынке. Можно предположить, что в данное время производится отработка минувшего дня, то есть процесс возвращения цены к уровню 1,1180. На этом этапе очень важно закрепиться ниже данного значения, так как в противном случае возможны колебания в диапазоне между отметками 1,1180 и 1,1250. Основной целью стоит развитие коррекции, то есть первая точка после фиксации цены ниже чем 1,1180, а она находится в районе 1,1150, где уже можно будет рассматривать дальнейший спуск к отметкам 1,1100 и 1,1080. Позиции на покупку рассматриваем лишь выше чем 1,1260 в сторону 1,1300 и 1,1350. Котировка фунт-доллар произвела отработку верхней границы флетового формирования на 1,2620, где в результате отката участникам рынка удалось достигнуть прогнозируемого значения на 1,2500. Можно предположить, что в случае фиксации цены ниже чем 1,2475 нисходящий такт возобновится и направит котировку в сторону среднего уровня флета на 1,2350. Альтернативный сценарий рассматривает удержание бычьего интереса на вершине флетовой формации, что приведет к временной амплитуде в пределах значений между 1,2500 и 1,2620. Позиции на покупку рассматриваем лишь выше чем 1,2350 в сторону 1,2610. На этом у нас пока все. Увидимся на нашем канале через пару часов. Я расскажу вам о том, как началась торговая сессия на американском континенте.